Наверное, в первую очередь хотелось бы сказать, что в действительности у нас в 70-х годах имеются стандартные классические маркеры для определения рака яичка. В связи с чем мы начали рассматривать все вот эти молекулярные возможности. Так как классические маркеры показывают только 50% экспрессию у всех больных, что достаточно мало для нас. Для лечения, для выбора тактики лечения и для верификации. Тут на слайдах и на наших табличках конкретно показана экспрессия относительно семеном и несеменом. Так как видно, что бета-ХГЧ у семеном у нас экспрессирует только в 28%, как у несеменом в 53%. Это тоже небольшой достаточно показатель. Экспрессии АФП вообще практически нет у семеном, а у несеменом 60%. И ЛДГ у нас экспрессирует в 29%, у несеменом в 38%. Это достаточно низкие показатели даже для определения данной патологии. Как уже было сказано Александром Константиновичем, было проведено большое европейское мульцентрическое исследование, в котором было показано и был сравнен анализ конкретно с молекулярным методом исследования. В эту программу входил один сверочный анализ, это микро-РНК 371А-3П. Но, как я хочу сказать, что на самом деле там было взято большее количество людей, там было взято около тысячи людей, и часть из них была отсеяна по определенным причинам. Во-первых, там возрастные категории были взяты разные. Возрастная категория была от 16 до 69 лет, что в свою очередь в какой-то степени уже часть большую отсеяло. В действительности, хочется сказать, что достаточно большое количество людей позволило им выявить этот метод как специфичный, чувствительный и более показательный, чем классические маркеры для рака яичком. Конкретно на данной диаграмме можно увидеть, что экспрессия данного маркера намного выше. Потому что, допустим, при контроле мы видим, что при контроле он никак себя не проявляет. А уже если говорить об общем количестве всех стадий герминогенных опухолей, всех ее подвидов, экспрессия уже видна явная. И зависимость экспрессии зависит от стадии. Чем выше стадия, тем больше экспрессия данного конкретного маркера. Также на данном слайде показана экспрессия отличий семенома и несеменома. Мы знаем также, что у несеменомных опухолей классические маркеры более явно проявляются, чем у семеном. И здесь эта градация также видна. То, что несеменомные опухоли проявляются больше даже у маркера на уровне молекулярном. Что и показано на данном слайде. Если сравнивать относительно других опухолей данный маркер, то также видна зависимость. И этот показатель очень будет для нас специфичен. Так как и для тактики лечения, и в принципе для ведения больного. Потому что, как видно на слайде, что у тератом никакой экспрессии нет. И в принципе выбор лечения у нас будет хирургический. Так как у остальных видов опухоли есть экспрессия. В связи с чем мы можем уже градировать либо это оперативная мунистерапия, либо уже это химиотерапия. Что для нас очень достаточно специфично. На данном слайде конкретно указана у нас специфичность. Это относительно общего количества опухолей, какая чувствительность и какая специфичность. Достаточно большой процент. Что позволяет нам уже выделить как более чувствительный и более лучший метод исследования для опухолей герминогенных, нежели по сравнению с классическими маркерами. Также вся эта диаграмма у нас выделена и для стадий. Стадия первая, стадия С2 и С3. Если говорить, почему объединена стадия третья и вторая, потому что на самом деле явной какой-то разницы у них не видно. Она идет практически на одном уровне, но экспрессия она тоже явная. И процентное соотношение очень высокое. На этом слайде конкретно мы представили диаграмму, в котором показывается разница. Отличие в процентном соотношении, насколько все-таки преобладает специфичность данного маркера по отношению к каждому из. И также, если мы будем брать комбинированное количество маркеров, что бета, хэкч, афп и лдг. В общем, количество, процентное соотношение микро и рынка составляет 90%. Когда даже в комбинированном случае превышение 50%, ближе к 60%, что уже идет явное преобладание и специфичность данного маркера. Эта разница 40%, я думаю, она действительно показательна. Что и можно, наверное, сказать, что данный маркер будет в будущем являться у нас достаточно показательным, и его хотелось бы взять на вооружение для верификации процесса. Также мы показали разницу на разных стадиях, что тоже явно видно, что приближение данного маркера идет к 90%, а то и выше, как на стадиях более высокого формата. Это второй и третьей стадии. Это сравнительные диаграммы по отношению к семеномам и к несеменомам. Тоже все достаточно ясно и показательно. В процентном соотношении это приближение к 100%, по отношению к комбинированным и остальным показателям это очень низкие проценты, что в лучшей степени это нам показывает разницу. Также хотелось бы сказать, что на самом деле сравнение данного маркера можно оценивать по размеру опухоли. Это уже у нас показывается, как объем увеличенных лимфоузлов. То бишь это уже более высокие стадии, когда у нас идет поражение забреженных лимфоузлов. Также имеется конкретная экспрессия данного микро-РНК по отношению к диаметру увеличенных узлов, что у нас в явном количестве показывается. Что ж ты такое делаешь? На самом деле чувствительность уже у нас возникает при размерах изобретенных лимфоузлов менее 1 см. Это уже 59%. Когда в принципе при классических показателях такой экспрессии, ну, практически может и не быть. И данный метод нам действительно поможет и для тактики лечения, и для, наверное, действительно выбора его. Значит, если уже говорить о конкретном лечении и об экспрессии данного маркера, мы прекрасно можем видеть, что при лечении на первых стадиях, если брать отдельного пациента, то при первоначальных их показателях будет достаточно большая величина. После проведенного лечения относительно первой стадии уже снижение данного маркера показывается до 91%. В принципе, даже его практически уже, ну, он входит в норму. На остальных стадиях показывается, ну, более меньшее снижение, но все-таки снижение до 80% – это тоже достаточно большой показатель, что уже у нас может вызвать, ну, достаточно бурные эмоции в этом случае. Также были показаны результаты предыдущие относительно хирургического лечения. Но если сравнивать еще достаточно показатель химиотерапии, мы также можем увидеть, что экспрессия данного маркера также достаточно хорошо снижается на различных циклах. По отношению к первому циклу она снижается практически, ну, тоже к нулю. Это тоже достаточно такой большой и хороший показатель. Но в данном исследовании также был представлен случай, когда у пациента была прогрессия. И данный ген нам также указал все повышения и всю экспрессию свою, которая, в принципе, была видна. К сожалению, ну, и были смерти в данных случаях. Это по отношению к третьей стадии, также процессы химиотерапевтического лечения, и также показатель того, что данный ген очень хорошо экспрессируется в отрицательную сторону после лечения. Что хотелось бы сказать, что данный молекулярный метод также может у нас специфично показывать и стадию рецидива. После пролечения пациента он очень хорошо реагирует на все вот рецидивные моменты. Также чувствительность его не уменьшается. Она составляет 82%, что в большей степени очень хорошо указывает на стадию рецидива. И, в принципе, на последующую динамику в лечении, последующую динамику наблюдения за пациентами. Что бы хотел сказать авторами, ранее указанными, просто данное исследование началось уже где-то с, наверное, 2015 года. Но в связи с тем, что были какие-то погрешности, были какие-то, наверное, подборы определения данного маркера, они вызывали, наверное, немножко, в первую очередь, недопонимание. Но ближе уже к сегодняшнему времени данное исследование уже приобрело достаточно большой показательный формат, потому что подобраны определенные маркеры, подобрана определенная стратификация. Есть, допустим, в европейском обществе есть определенные нормы, которые стратифицируют и которые могут показать данное исследование и данную чувствительность определенного исследования. И также авторами ранее было указано, что этот метод, он более специфичен и более показательен, нежели классические наши маркеры. На самом деле нами уже начата большая фундаментальная работа, но она начата немножко на другом маркере. Он также близок к данному маркеру, но есть небольшое отличие. Но этот маркер наш. И в чем небольшая беда исследования? В том, что достаточно маленькая молекула, но с помощью определенных методов мы ее можем удлинять, и тем самым мы можем верифицировать и улучшать данное исследование, в связи с чем мы будем видеть экспрессию и ответ на данную работу. В нашем опыте было выполнено пока что достаточно малое количество. Это 6 человек с герменогенными опухолями. И в дальнейшем мы будем пополнять свой опыт. Мы действительно хотим развивать данную тему, потому что данный метод для нас, как мы считаем, он достаточно показательный. И в связи с этим мы бы хотели работать в данном направлении для того, чтобы улучшить и диагностику, улучшить и уже не улучшить, а, наверное, все-таки совместно в консилиумном методе, в консилиумном разборе совместно с химиотерапевтами разбирать случаи применения определенной тактики лечения на фоне даже данного маркера. Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо, Никита Андреевич. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Нет, там говорилось именно о стадиях. Да, в зависимости от стадии конкретно и повышался маркер. Чем выше стадия, тем больше рост маркера. Спасибо. Второй вопрос. Вот в этой работе, вот, известно, как это корреляция у меностатических пациентов? То есть у тех больных, у которых были меностатические пациенты, и как это было корреляция с этажом? Или не входило в задание, когда нет данных? На самом деле в данном исследовании была выборка из медстатических пораженных пациентов только 47 человек. Я думаю, она была не настолько показательна, потому что, когда рассматривается в более больших 30 человек, 600 человек, и 47, это достаточно маленькая выборка, и я думаю, что она не была так явно представлена в данном исследовании. Спасибо. Спасибо, замечательно. Сообщение, у меня такой вопрос. Каса ультимная фраза. Насколько сложно организовать в вопрос обследования? Можно мы его, Анастасия Валерьевна, переадресуем, как специалист? Два-три месяца работы и все. На самом деле, да, мы действительно... Отнюдь несложно. Да, мы как бы... Это было доложено, по-моему, где-то до декабря, то, что мы получили это, да. И мы заинтересовались, и буквально за три месяца мы начали... Технологически это несложно. ...набирать свой материал, да. Это обычный, нормальный, хороший. Да, лаборатория, где просто ПЦР-анализ делается какой-то. Кто занимается, да, естественно, этой проблемой. И действительно, это, на мой взгляд, достаточно большое событие, потому что для герминогенных опухолей, конечно, вот такой мониторинг, оценка эффективности лечения и выявление ранних рецидивов является чрезвычайно важной задачей, поэтому появление такого маркера и то, что мы действительно его реально уже увидели, является, наверное, большим событием, которое подтверждает перспективы всего того, о чём мы сегодня говорим. Ещё будут вопросы? Можно такой вопрос от клиники к лаборатории? Скажите, а вот вообще какие-то скрининг вот этой нозологии вообще имеет смысл? Может, есть какие-то группы? Ну, просто если вот метод разработан, его, в принципе, наверное, можно... Ну, к сожалению, да, скрининг герминогенных опухолей нецелесообразен и не будет никогда, потому что очень низкая заболеваемость просто-напросто, и вы никогда не покажете, как бы, её целесообразности. Есть группы риска. В группах риска вполне в большинстве достаточно самообследования пациентов, если мы говорим о тестикулярных герминогенных опухолях, поэтому маловероятно, что в этом есть целесообразность. То конкретно, ну, не было, соспорительного не было. Здесь все пациенты, да, в группе были с герминогенными опухолями. Так вот, если вы думаете, что в группе были с герминогенными опухолями, И вы должны быть герминогенными опухолями.